Нам сказали не загонять машины на бездорожье, но мы же блогеры, сада неуправляемых дебилов Привет, ребята! А перед видео хочу вам рекомендовать крутейшую игру War Robots, в которую играют более 80 миллионов игроков по всему миру И у меня к тебе лишь один вопрос Почему ты еще не скачал ее? War Robots — это тактические сражения 6 на 6 в режиме реального времени Вы сможете выбрать из более чем 30 моделей роботов под равный стиль игры Качественная 3D-графика, постоянные обновления и улучшения игрового процесса Новые роботы, карты, оружие — это точно придется вам по вкусу Скачивай War Robots по моим ссылкам в описании и получи эксклюзивный стартовый набор Робота Лео, тяжелую пушку и три пулемета, 100 золота и 400 тысяч серебра С чем у вас ассоциируется слово «Эклипс»? Уверена, для тех, кто постарше, это слово ассоциируется с спортивным автомобилем от Митсубиси А для тех, кто помладше, это жевательная резинка Так вот, забудьте и то, и другое Отныне «Эклипс» — это небольшой кроссовер от Митсубиси Самые интересные конфетки я оставлю на конец программы Там я сравню эту машину с конкурентами и расскажу про ценники «Эклипс Кросс» сзади — это немного странноватый автомобиль С видом, как будто бы Prius изнутри взорвало Сбоку этот автомобиль действительно имеет динамичные формы Ну, в том числе и за счет странного хвоста И более того, производитель позиционирует эту машину как кросс-купе То есть это маленький X6, маленький GLE-купе И что там у нас еще есть из крутого? Короче, это автомобиль для молодежи, который должен и выглядит более-менее динамично Особенно в ярких цветах Если кто-то еще не знает, Митсубиси совсем недавно стала частью концерна Renault-Nissan В который, кстати, входит и Автоваз То есть этот автомобиль последний из построенных на той платформе GS Помните, на которой построен Nautlander, на которой построен Lancer И судя по тому, что происходит с автопроизводителями, которые вливаются в концерн Renault-Nissan Дальше Митсубиси у нас будет построена на платформе B0 То есть у нас все станут Логанами Или на платформе Lada B И, возможно, оттуда идет тяготение к спорту Ведь меня много раз поправили, что Lada SV Cross — это стейшн-вагон Нифига, ребята Автопроизводитель называет это спорт-вагон И мы не можем идти против него Но спорт-вагон так спорт-вагон Под капотом здесь, по крайней мере, в России единственный мотор Полтора литра турбо, 150 лошадиных сил, 250 крутящего момента Народ говорит, что эту машину испытывали параллельно с Outlander 2.4 и даже с трехлитровым Заметьте, у трехлитрового другая коробка, у него гидромеханический автомат Так вот, они вроде бы как едут все вровень Производитель говорит о том, что вот этот турбированный 16-клапанный агрегат ЕС 92-й бензин Но хрен его знает В паре с этим мотором может идти как механическая коробка передач, так и вариатор Ну, про механику все понятно В базовой комплектации вы можете ее приобрести, но большинство людей все-таки предпочтут вариатор Вариатор здесь с имитацией восьми ступеней То есть, если мы нажимаем на педаль газа, мы привыкли видеть, что обороты у нас стоят на одном и том же уровне Что многих людей бесило в вариаторе Здесь идет имитация прямо переключений Мы чувствуем, мы видим эту имитацию Каких-то высокотехнологичных решений здесь ждать не приходится Но, правда, Mitsubishi говорят, что они-то к этому и не стремятся Они создавали небольшой городской удобный утилитарный кроссовер Визуально в передней части очень похожий на уменьшенный Outlander По динамике, ребята, вот смотрите Поначалу машина стартует весьма динамично Вам хватит этого для города, поверьте, хватит Но потом она, конечно, подтупливает и подтупливает основательно То есть, изначально этот автомобиль, он рассчитан на прекрасную городскую езду Базовый привод у этой машины передний Полный привод осуществляется посредством подключения многодисковой фрикционной муфты Которая может распределять на заднюю ось до 60% момента В зависимости от того, какой режим вы выберете Вот этой вот кнопочкой, которая находится справа от селектора КПП Возможны режимы автоматический, снег и гравий Сзади, помимо необычного решения со спойлером, который разбивает на две части заднее стекло Есть уютно спрятавшийся вот там вот дворник Также есть кнопка багажника Багажник открывается исключительно ручками Кнопочки автоматического закрытия здесь нет И багажник у нас печально мал 310 литров, если говорить о ТТХ Если говорить о реальности, это две большие сумки Вот, кстати, относительно заднего стекла Его разделение действительно необычно выглядит в зеркале заднего вида Но получилось так, что в основном вот эта вот поперечина, которая идет поперек стекла Она как-то попадает на фары автомобилей, которые идут сзади И получается, что вас не слепит Ну, может быть, слепит только в случае, если большой высокий внедорожник Единственное, что я боюсь, ребята, это не будет ли сильно загаживаться вот та нижняя часть стекла А ведь дворник у нас только на верхней части Сзади Вы не поверите Здесь вполне удобно сидеть Даже с относительно высоким ростом Но в случае, если вы решили пожертвовать багажником И имеете его вот именно таким маленьким, которым я его только что показывала Далее вы можете придвинуться вперед То есть решить для себя, чем вы жертвуете Собственным комфортом Либо посадить сюда гномиков Либо Вы можете вообще сложить эти сидения То есть у вас тогда будет уже в прямом смысле купе Делаете вы вот так вот Опа, 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 опа И тогда у вас багажник будет порядка тысячи литров Сзади у нас есть подогревы попцов Или, как это принято говорить на ютубе, пуканов Ой, а вот это вот Что вот это вот за дырочка Может быть это Может быть это буксировочная проушина Да пошел ты Забыла, что если вы экстремально большой человек А не такой, как я Вот здесь вот, в крыше Есть выштамповка под вашу голову Чтобы когда вы будете подскакивать Вам было удобно биться об потолок Организаторы, выдавая нам машины Сказали не делать этого Но блогеры, они же как дети Им важно сказать то, чего нельзя делать Для того, чтобы они сразу моментально начали делать это 183 сантиметра дорожного просвета Как вы видите, мы изобразили здесь некую попытку диагонального вывешивания При этом крышка багажника Ее немножко прикосило Но открывается и закрывается она руками Легко при этом Если обратить внимание на то, что под автомобилем Сейчас мне будет больно Ну я уже привыкла Здесь С точки зрения бездорожья На самом деле все классно Классно я имею ввиду В рамках города Ничего не висит, никаких соплей нет Все ровненько подобрано Вот в этом отношении Ребята из Митсубиси Молодцы Пусть спросите, где коленки разбил На работе Когда мы выехали с гравийки Где мы вывесились Я поняла, что этой машине очень помогает имитация межколесных блокировок Помните, как мы здорово висели А потом раз, 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 раз И все, проблем особо не было Главное Беречь бампера Губы Губы Вниз Впереди Спереди и сзади Низко висят Но они черные Интерьер в Эклипсе Кросс Осовременился Я привыкла к тому, что Митсубиси Это, честно говоря Ну так Квадратишь, практишь, гуд Ну или если прям совсем Честно говоря Это обычно на шажок назад Чем большинство автомобильных производителей За эту цену А вот у Эклипса Сделали его современным Посредине появился Семидюймовый дисплейчик Который, кстати Вот что для меня удивительно Он управляется из двух мест Причем, если первое место Совершенно четкое, ясное и понятное Это тачскрин Второе место Здесь Тоже тачскрин Но только он расположен Вот здесь под рукой В итоге я научилась им пользоваться Но он меня почему-то страшно бесит И вот эта вот нашлюпка Которая здесь откуда-то Вообще как-то не пришей кобыле хвост С какого-то другого места Ну, короче, ладно Больше, не меньше Есть еще возможность управлять Не отвлекаясь от дороги Вот так вот В слепую Возможность такая есть Признаю Есть также электронный ручник С автохолдом Есть, кстати Большое количество зимних опций Что важно для России Ну, понятно, что подогревы Есть обогрев лобового стекла И подогрев руля И, внимание, здесь есть уникальное По продвинутости Для Митсубиси новшество Смотрите сюда Опа, слева от руля Нажимаю кнопочку Выехал Экранчик С проекционным дисплеем На котором вы можете наблюдать Километры в час А также то, что сейчас У меня открыта правая дверь автомобиля Надоело вам Закрывайте И вы можете играться так бесконечно Кресло нормальное и удобное Сидеть, в общем-то, удобно Мне напоминает Outlander Здесь по салону Что касается органайзеров Есть место для того, чтобы все разложить Вот видите, у нас тут пауэрбанк лежит Вот здесь вот большой подлокотник В нем даже некая система органайзеров Существует внутри И два USB разъема Что, например, для нас очень важно Мы здесь заряжаем Сразу подключаемся оборудование И прикуриватель, в который можно отдельно подключиться Если у вас есть это Тик-тик Автоэксперты на работе, Мана Графику на дисплее нельзя назвать Супер-мега-продвинутой и современной Но она абсолютно интуитивно понятна и ясна А вот что касается приборки То здесь приборка, ну, по-моему Просто копипейст от Outlander Из порадовавших моментов здесь Шумоизоляция В машине тихо Да ведь, ребята, у нас в машине тихо Абсолютно Абсолютно Заморочились по безопасности Добавили электронных помощников Причем напихали их много Отслеживание полосы движения Активный круиз-контроль И также предупреждение об объекте Который есть впереди Я видела его Моргает Тормозите На приборной панели И кричит машина Каким-то странным писком Пять камер Три радара Восемь ультразвуковых датчиков И один лазер Куча народу говорит о том Что за счет того, что внутреннее колесо Подтормаживает Эта машина очень себя здорово Показывает, например На серпантинах Ну как часто вы бываете На серпантинах? Что-то я в Москве серпантинов не замечала И вообще на просторах Нашей прекрасной родины Их не так уж и много Просто выводят журналистов На эти автомобили Именно для того, чтобы почувствовать Почувствовать вот то, как она хорошо себя ведет Реально же для вас важно то, как эта машина едет в городе А едет она очень по-митсубисевски Или по-митсубишевски, как кому понравится У нее хорошая энергоемкая подвеска Что такое энергоемкость? Что это значит вообще? Это значит, что вам, когда вы едете Не имея и даже имея некие колдобины под колесами Будет в принципе мягко Вот сейчас мы зайдем в поворотик Вот, смотрите Она чувствует себя хорошо То есть вы чувствуете себя вполне уверенно за рулем Но этого, опять же, у вас в жизни будет немного А вот те колдобинки, которые вы будете проезжать Будут для вас ощущаться более-менее мягко Но в случае, если у вас будет загруженная машина Как, например, мы ехали вчера Нас было 4 человека Один из которых 135 килограммов сзади Иногда подвеска работает чуть ли не на отбой Но я для себя, как раз-таки, для каждодневной эксплуатации автомобиля Скорее предпочту такие подвески Нежели жесткие с более управляемой машиной Потому что управляемость, она мне нужна не каждый день А вот попу свою трясти по минимуму Мне бы хотелось каждый день Про подвеску я понятно сказал? Вообще кто-нибудь слушал? А в конце, как обещала, самое интересное Эта машина, по крайней мере, пока будет собираться только в Японии Поэтому по ценам Она немного дороже, чем базовые Tiguan и Sportage Базовая цена этого автомобиля 1.400.000 И она немного дешевле, нежели базовая Mazda CX-5 Если же мы начинаем ползти вверх по комплектациям и опциям То цены среди конкурентов начинают приблизительно равняться Переднеприводную такую машину Но уже с вариатором можно купить за 1.630.000 рублей И полный привод на вариаторе Это уже 1.950.000 рублей На самом деле, если так задуматься Вспомните, раньше за 2.000.000 можно было купить вот столько машины А сейчас за 2.000.000 мы получаем не очень большой, но хорошо оснащенный кроссовер Ну и еще немножечко подрастет курс вверх И мы все с вами пересядем на Lada Vesta